МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях последних семи дней. И вот, что вы увидите. Долой бумажную волокиту! Казахстан переходит на электронную систему таможенного декларирования. Рассвет за колючей проволокой. Уральские бизнесмены открывают предприятия в местах лишения свободы. Дефицит при достатке. Из-за ремонта дорог автогазозаправочные станции ограничили продажу сжиженного газа. Молодая, красивая и перспективная в республике отметили совершеннолетие столицы. В Казахстане запустили электронную систему таможенного администрирования. Пока она работает в пилотном режиме и только в столице. Но уже в следующем году ее планируют внедрить по всей республике. Кстати, система уже успешно действует в таможенных службах более чем 90 стран. Впользование программы довольно проста. Специалисты отмечают ряд преимуществ в электронном формате. Это и необязательное присутствие декларанта в таможне, и короткие сроки таможенного оформления. С помощью техники каждый участник ВТО может зарегистрироваться онлайн и оформить все необходимые документы, в том числе подать декларацию, провести электронные платежи и даже выбрать удобный таможенный пост и место размещения товара. Таким образом, бумажная волокита полностью исключается из таможенного документа оборота. Кроме того, специалисты считают, что проект позволяет минимизировать предпосылки для коррупции. Подробнее о плюсах и минусах нововведения расскажет наш столичный корреспондент Бауржан Шаяхмет. Я мзду не беру, мне за державу обидно. Эта известная фраза таможенника из кинофильма сегодня как нельзя актуальна. Таможня дает добро, но в электронном формате. Казахстанская таможня намерена перейти на полное электронное декларирование в недалеком будущем. Таким образом, взаимосвязь между предпринимателем и таможенным оформителями будет полностью разорвана. Будет исключен человеческий фактор при взаимодействии предпринимателей и таможенных оформителей. А из таможенного документа оборота полностью исключается бумага. Вместе наконец находятся все государственные органы и бизнес-структуры, которые нужны для бизнеса, чтобы провести таможенное оформление. То есть здесь находятся и фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль, комитет по защите прав потребителей, органы, сертификации, брокеры, почта, банки, столовые и так далее. То есть это то, чего не было. Раньше в Астану приезжал, он шел, приходил к нам, потом искал в другом месте минсельхоз, в третьем месте он искал там, где заплатить. Сегодня электронное таможенное декларирование входит в число абсолютных требований и рамочных стандартов всемирной торговой организации. Но не во всех странах мира применяются безбумажные технологии таможенного декларирования. У нас электронное декларирование будет вводиться поэтапно. Система позволит бороться с коррупцией, контрабандой и контрафактом. На данный момент 20 участников внешнеэкономической деятельности выразили готовность участия в пилотной системе. Кстати, в этом вопросе Казахстан перенял опыт Грузии, которая славится тем, что очень успешно борется с коррупцией. Почти все бумаги будут с десятки. Естественно, это время, это выигрыш времени. Абсолютно все видно, все импортеры видят, как оформляется его декларация, как идет досмотр груза. То есть это значит, что, естественно, тут не может быть речи даже о коррупции, потому что абсолютно все видят. По словам разработчиков, система в перспективе создаст основу для единого окна, призванного обеспечить эффективное взаимодействие всех контролирующих ведомств в реальном времени. На экране уже видно, как досматривают груз, и все госорганы уже находятся в одном месте. Пилотный проект в столице помогли внедрить эксперты ООН, причем почти бесплатно. Правда, налогоплательщикам Казахстана все-таки придется раскошелиться. ООН согласился на то, что стоимость сама ноль. Самой программой они бесплатно нам передали полностью в секунду за внедрение, за сопровождение. Это стоило 3,7 миллиона долларов. Не сравнить с тем, что происходит на всю страну. Это бюджетные деньги? Это бюджетные деньги, которые на 3,7 миллиона, которые должны мы заплатить. На ее базе мы расширяем платформу «Будет единое окно», чтобы и другие государственные органы работали в одной системе. Но чиновники заверяют, что для предпринимателей использование системы никакой дополнительной нагрузки в виде покупки специального программного обеспечения не потребует. Система позволяет осуществлять свободный доступ даже с персонального компьютера у вас дома. Боржан Шайхмед, организат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Упрощение системы торговых отношений просто необходимо, ведь рамки ведения бизнеса постоянно расширяются. Сегодня уральским предпринимателям предлагают открыть свое дело даже в колонии строгого режима. Для этого бесплатно предоставляются помещения и дешевая рабочая сила из числа заключенных. В колонии на сегодняшний день содержится порядка 110 человек, хотя рассчитана она на большее число людей. Поэтому, когда режимное учреждение будет полностью заселено, рабочей силы хватит на всех. Предприниматели заинтересовались таким предложением. А почему бы и нет, сказали они. Аренду за помещение платить не нужно, необходимо лишь вовремя выплачивать минимальную зарплату рабочим и все. Бизнесменам предлагают даже развернуть свое производство прямо на территории колонии, на улице. А не только в помещении, лишь бы те пришли и дали работу осужденным. Ведь несмотря на то, что они отбывают наказание, им тоже нужно работать. Кто, как не они, сами будут выплачивать за себя долги по искам. К тому же будет возможность помогать близким. Да и время за работой летит быстрее. Заинтересовавшись таким выгодным предложением, местные предприниматели посетили новую колонию. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. На сегодняшний день в колонии строгого режима содержится порядка 110 заключенных. Работы заняты около 54%. Для этого в колонии функционируют три цеха. В первом осужденные шьют подушки, одеялы и матрасы. Заказов хватает, говорят заключенные. Да и зарплатой они довольны. Есть возможность гасить долги по искам, остальное отправлять родным. Во втором цеху работа чуть сложнее. Здесь осужденные собирают мебель, компьютерные столы и тумбочки. А вот в третьем ювелирном цеху рабочие изготавливают нарды, шахматы и другие подарочные сувениры. Это, конечно, намного сложнее, нежели собрать мебель или сшить подушку. Производству шитью научился я на предыдущем учреждении, где было наказание в городе Актау. Здесь производим в основном подушки, шьем матрасы, курпешки. Все, что здесь надо для обеспечения. В целом можем все шить. Общая площадь помещения, которую предлагают предпринимателям, составляет порядка 300 квадратных метров. Причем бесплатно. Нужно лишь выплачивать зарплату рабочим, то есть заключенным, и оплачивать коммунальные платежи. Сотрудники колонии говорят, что рабочей силы здесь больше, чем предостаточно, несмотря на то, что она еще полностью не заселена. Имеются специалисты, которые имеют и 5-6 разряды по всем направлениям, поэтому любой вид деятельности можно поставить на поток. Также здесь имеются положительные моменты, что у нас бесплатная охрана, то есть ваши изделия никуда не пропадут и так далее. В данном производственном участке имеются все коммуникации, свет, вода, отопление. То есть все, что нужно, необходимо для производства, уже имеется. Остается только начать производственную деятельность. В данном учреждении, вот как раз одно из блоков этого учреждения, оно пустует. И в нем порядка 300 квадратных метров бесплатная аренда. Это очень хорошая возможность увеличить объемы своего производства. Так как колония новая, пока свою предпринимательскую деятельность здесь осуществляет лишь один человек. Те, кто был приглашен сегодня в ознакомительных целях, проявили интерес и пообещали подумать над предложением. Государство предлагает помещение, мощность, бесплатно, так скажем. Ну не бесплатно, а дешевую рабочую силу. Как бы заинтересовало. Аренду платить не надо, а свет платить не надо. Получается, минимальная зарплата осуждена. Как бы все это просчитается, мы думаем, как бы это выгодно. Открыв свое дело на территории колонии, предприниматели тем самым не только получат бесплатное помещение и дешевую рабочую силу, которая никогда не проспит на работу и не прогуляет, но и помогут самим заключенным зарабатывать, погашать долги и помогать родным. Стоит отметить, что деятельность бизнесменов курирует палата предпринимателей. Через ее специалистов проходит целый ряд вопросов. От рассмотрения новых проектов до проблем, возникающих в процессе ведения своего дела. За три года существования в области удалось оказать помощь тысячам граждан. Только с начала текущего года в центрах поддержки предпринимательства около трех с половиной тысяч человек получили различные услуги. Проблем у бизнесменов немало. Как показывает практика, чаще всего чиновники необоснованно отказывают предпринимателям в предоставлении земельных участков. Нарушают сроки рассмотрения заявлений. Сегодня палата работает по семи направлениям. Каким, расскажет Роман Копняев. Палата предпринимателей области была создана почти три года назад. Одновременно был сформирован Совет предпринимателей региона. Также при палате действует Совет по защите прав предпринимателей и Совет деловых женщин. Общая сумма защищенных имущественных прав бизнесменов с начала года составила полмиллиарда тенге. Мы усилили направление защиты благодаря меморандуму между палатой предпринимателей, прокуратурой области. У нас совместно работает мобильная группа. То есть за первые полгода уже 15 выездов данной мобильной группы по всей области уже было совершено. Из этих 15, 7 получили подтверждение на месте нарушения прав предпринимателей были приостановлены. Один из последних проблемных вопросов, рассматриваемых на Совете защиты прав предпринимателей, невыплата компенсации за скот, заболевший бурцеллезом. По Зеленскому району, по району где-то 9 миллионов должны местный бюджет. В том числе здесь и есть индивидуальные предприниматели, ТО и несколько крестьянских хозяйств. Необходимо отметить, что по действительному законодательству основания выплаты есть, такие механизмы предусмотрены. Но из-за того, что бюджет района, бюджет области планируется сразу на 3 года, на этот год не рассчитали, можно сказать, как не предусмотрено. В завершении представителей палаты предпринимателей отметили благодарственными письмами журналистов, освещающих их работу. Среди награжденных 6 представителей ТДК-42. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Стоит отметить, что для многих предпринимателей ведение бизнеса стало еще доступнее. В Казахстане упрощена процедура участия в государственных закупках. Подробнее об этом и других новостях в мире экономики вы узнаете в финансовом обзоре. Сегодня его представит моя коллега Марина Горбук. Марина, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как теперь будет действовать эта система? Здравствуй, Олег. Ну, могу добавить, что система будет намного проще из-за того, что переходит на электронный формат. Подробнее об этом и других финансовых новостях этой недели я расскажу в финансовом обзоре. Здравствуйте. В Казахстане упростили участие в госзакупках. Теперь они производятся в электронном формате на веб-портале государственных закупок. Еще одно нововведение этого года – электронная банковская гарантия. Прежний вариант на бумаге создавал неудобства для участников, особенно если электронные закупки производились в другом регионе. Также участники государственных закупок могут получить электронную гарантию. Она предоставляется после заключения договора. В республике снижается количество валютных вкладов. Реальный сектор не ждет падения курса в ближайшее время и дедуализирует свои сбережения. Объем вкладов в тенге юридических лиц с начала 2016 года вырос на 40%. Пока динамика реального обменного курса тенге показывает, что в краткосрочном периоде резкого падения стоимости нацвалюты маловероятно. Реальный эффективный обменный курс тенге показывает его недооцененность. Доля казахстанского участия в проекте расширения на Тенгизе составит более 30%. В оказании услуг по проектированию, закупкам и изготовлению модулей для проекта будущего расширения вовлечена большая часть казахстанских поставщиков. Этот проект будет реализован средствами партнеров. Мы будем использовать наш эксплуатационный денежный поток, чтобы финансировать проект. И часть финансирования также придет от международного кредитного рынка, добавили руководители Тенгиз Шевройл. Крепкий рубль убивает экономический рост в России. К такому выводу пришло Американское финансово-экономическое агентство. Чем крепче рубль, тем меньше выгоды получают экспортеры. А значит, их вклад в ВВП страны становится ниже. Таким образом, по мнению аналитиков, российская экономика становится заложником нестабильного курса рубля. С начала года российский рубль в паре с долларом укрепился примерно на 13%. При этом в январе котировки рубля были намного ниже. В текущем году эта валюта является одним из лидеров по динамике среди всех валют. И российским компаниям, лишенным преимущества за счет слабой валюты, крайне тяжело бороться с падением потребительского спроса. На этом у меня все. Такими событиями была насыщена финансовая неделя. Всего вам доброго. У жителей поселка Диркул пересыхают огороды. И виной тому непогодные условия, а перебои с электричеством, из-за которых возникают проблемы с поливом. К нам в редакцию обратились жители улицы Садовой и Зеленой. Они недовольны тем, что при отсутствии задолженности за электроэнергию им приходится испытывать неудобства. Наши корреспонденты побывали в гостях у диркульцев, воочию увидели, как непросто им приходится, но и попытались выяснить, будет ли свет в конце туннеля. Вот так вот приходится поливать. Вон, видели, все засохшее. Клубник сейчас. Вот так приходится поливать. Чтобы полить огород такими темпами, придется потратить очень много времени. Но Хайергали из Басову ничего больше делать не остается. По состоянию здоровья он не может охватить сразу весь участок, поэтому засуха все же одолевает растения. Чтобы вырастить хоть какие-то овощи и фрукты, приходится носить воду с речки. При этом жители оплачивают за полив. У нас поливной, на нашей линии. С речки катается. Качает нам моторы с речки. Мы за это платим за поливы. У нас на одной линии он тоже не поливается. Жители поселка шутят. Зря, наверное, приобрели вместительный холодильник. Все равно много продуктов в нем хранить не приходится. Электричество постоянно отключают, поэтому содержимое то и дело приходит в негодность. Холодильники текут. Машинки вообще ничего. Я не знаю, хотя бы предупреждали бы, что мы будем отключать свет. Люди готовились бы к этому. Я не знаю. Полив огороды, все засохли. Все засохли. Сотрудники городского филиала «Запказрек» поясняют, что участок в полтора километра, улицы Садовая и Зеленая, охвачены ремонтом электролинии. Подрядчики меняют провода и старые деревянные опоры. Часть работ планируют завершить на следующей неделе. Мы, естественно, предупредили Веркульской администрации, что там будет проводиться работа. В среду, в субботу и в воскресенье их не отключаем. То есть, дни полива мы не трогаем. Линию реконструкцию мы для людей делаем, пусть немножечко потерпят. Что, куда делаться? Мы же для них стараемся делать. Далее начнут работу по улице «Электрическая». Там планируют замену линии электропередач. Марина Горбук, Монорбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В отличие от диркульцев, жителям Зачиганска гарантируют, что у них подобных перебоев с электричеством не возникнет. По крайней мере, в ближайшее время. И тем, кто только вошел в новое жилье. Ключи от квартир вручили жителям 72-квартирного дома. Новый дом построен по современным стандартам. К нему подведены все необходимые коммуникации. Благоустроен двор. Как заявил Аким Западно-Казахстанской области Алтай-Кульгинов, до конца года в городе сдадут еще 13 многоэтажных домов. Новоселами станут очередники, молодые семьи и вкладчики системы Жилстройсбербанка. Кстати, на текущий год запланировано строительство рекордного количества жилья. В эксплуатацию сдадут 14 домов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Очередникам должны достаться 360 квартир. Нельзя забывать, что дома, сданные в предыдущие годы, принесли немало проблем новоселам. Их жильцы испытывали неудобства с газификацией, электричеством и некачественной внутренней отделкой. Но подрядчики последнего дома гарантируют качество. Новоселе специально посвятили Дню Астаны, который отмечается 6 июля. Как отметил Алтай Кульгинов, этот праздник объединяет всех казахстанцев. Дом построен по государственной программе «Нурлажол». 72 квартиры. Половина из них предоставлена очередникам, которые стоят в очереди у нас в городе. И половина – вкладчикам Жилстройсбербанка. Еще в ближайшее время мы сдадим до осени еще три дома. Это один дом, 13-е пятно для молодых семей. Оно практически готово сейчас уже, последние штрихи. Дом 180-й квартир, 9 этажей. Это по системе домостроительного комбината. Это для очередников. Еще один дом, вот 21-е пятно. То есть три дома до осени, а до конца года вот один дом сдали, еще 13 домов. Как отметили в подрядной организации, строительство 9-этажного дома было начато в сентябре 2014 года. Стоимость проекта – 550 миллионов тенге. В доме насчитывается 16 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 32 трехкомнатные квартиры. Дом, который построен в течение 11 месяцев. Здесь работали бригады отдел строя. У нас бригады и каменщиков, и монолитчиков, и отделочников. Все есть, все свои постоянные кадры. И поэтому, соответственно, дом хорошего качества. Я думаю, что жильцы, которые в нем будут проживать, они оценят этот дом. А мы еще два года всегда будем с ними, потому что пока они обживутся, пока они наладят свой быт, мы будем с ними. Жители нового дома не скрывают радости. Планировка квартир очень удобная. Также благоустроенный двор. Мы ждали три года. Вообще, то, что можно получить вот таким вот образом квартиру, мы не верили в это. Нам говорили, дочка нас заставила пойти, подписаться, делать вклад. И когда только пошел процесс работы, мы поняли, что на самом деле, оказывается, не только выгодно, но действительно надежно. Что-то через три года, сегодня это уже прям подтверждено, что мы получили квартиру. В этом году запланировано сдать в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Рустам Джумашев, ТДК-42. Не менее радостное событие произошло в селе Бурлин. Там открыли новый яслисад на 140 мест. Тем самым решили проблему с очередностью в дошкольных учреждениях. Строительство сада началось в июне прошлого года. Обошлось оно в 484 миллиона тенге. Средства выделялись за счет отчислений компании КПО БиВи. А подрядчиком выступила оксайская компания ТО «Настур». Типовое дошкольное учреждение смешанного типа сможет принимать детей с одного года. Благодаря его функционированию рабочими местами будут обеспечены 44 человека. Торжественное открытие сада состоялось в канун Дня столицы. Побывав в Бурлинском районе, нам удалось разделить радостное событие с сельчанами. На открытии нового яслисада в поселке Бурлин было многолюдно. Еще бы, ведь такое событие происходит не каждый день. На сегодня в поселке проживает порядка 4000 человек. Тем, у кого есть маленькие дети, приходилось возить их в другой садик. Но теперь эта проблема решена. Вы можете не оглядываясь отдавать детей. Здесь воспитатели, они и заниматься будут. Это благодаря стабильности, миру и согласию в многонациональном нашем обществе. Открытию детского сада очень радовались родители. Теперь они могут смело отдавать своих детей на воспитание и заниматься своими делами. Разделить радость этого события ранним утром в район приехали и столичные депутаты. Вы можете дальше продолжать свою работу, делать карьеру и одновременно не переживать за своего ребенка, потому что он будет в надежных, государственных, профессиональных руках и сердечных руках. После традиционного перерезания красной ленты, гости и местные жители смогли пройти внутрь сада и восхититься его масштабами. Просторные коридоры, игровые комнаты и спальни, компьютерный класс и актовый зал. Родители не скрывали восторга от увиденного. Мы очень рады, что открылся в нашем поселке такой большой садик, что теперь могут дети не сидеть дома, а идти в садик развиваться, общаться с друзьями. Мы очень рады, нам очень понравилось. Все очень красиво, новые технологии, новые игрушки. Стоит отметить, что на сегодняшний день очередность в детские сады до сих пор сохраняется в семи районах нашей области. Празднование Дня столицы стало одним из главных событий этой недели. Молодой и красивой Астане исполнилось 18 лет. Этот город, впрочем, как и всю республику, в прямом смысле создали из ничего. Заслуга в этом не чья иначе, как президента республики Нурсултана Назарбаева. За годы независимости самая северная столица Азии приобрела свой неповторимый облик. Благодаря интенсивным темпам развития ежегодно здесь появляются новые архитектурные сооружения, создаются скверы и парки, открываются широкие улицы и проспекты. Имея высокий культурный статус, Астана в то же время оказалась важным экономическим центром для всего Казахстана. Празднование Дня столицы в текущем году прошло во все республики. О начале ряда мероприятий объявил президент в ходе церемонии поднятия государственного флага. В этот день он торжественно вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных учебных заведений страны. Настоящим подарком для всех казахстанцев стало рождение миллионного жителя столицы. Откроет праздничную программу театральный фестиваль. Эстафету подхватит фестиваль современного искусства. А на водном зеленом бульваре он объединит танцевальные и музыкальные фестивали, праздники, книги, поэзии, симпозиум художников. В этом году ждут своего зрителя и ставшие уже традиционными мероприятия, как фестиваль циркового искусства, фестиваль тюркской музыки и фестиваль современной музыки с участием лучших представителей музыкальной индустрии. Мы даем старт всем мероприятиям. В этом году мы отмечаем 18-летие Астаны, возраст, совершеннолетие. Это время, когда покорены уже большие вершины, и из них становятся видны новые перспективы. В то же время говорится о том, что все еще впереди. В рамках Дня столицы будет организован показ произведений модной индустрии. Казахстанцев должно заинтересовать технологичное 3D-шоу. Праздничные настроения помогут создать лучшие юмористические шоу. Кроме того, гостей столицы ждет тысячелетие вокруг Астаны, в рамках которого жители и гости смогут посетить большой этнаул. Также будут организованы международные фестивали Кумыса. И все это делается для жителей столицы. Кстати, президент Назарбаев поздравил астанчан с рождением миллионного жителя. Хочу сегодня с большой радостью объявить, что утром 4 июля 2016 года родился миллионный житель города Астаны. В семье Мухаммадьяровых, она воспитатель для детсада, он электромонтер. Теперь Астана – город с миллионным жителем. Поздравляю вас! Весь девочке составляет 3 килограмма. Ее решили назвать Саидой. Ребенок родился здоровым, с мамой также все хорошо. Аким Астаны Осет Исикешев также поздравил супругов с рождением дочери и вручил ключи от квартиры. Молодая семья проживает с родителями, поэтому подарок к дню рождения дочери стал приятным сюрпризом. Бауржан Шайхмед, Анизатор Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске на автогазозаправочных станциях ограничили реализацию сжиженного газа. Связывают это с ремонтом дороги. Подробнее об этом и других событиях вы узнаете в кратком видеообзоре. Виновному в ДТП повлекшим за собой смерть пятерых людей ужесточили наказание. Пострадавшие выразили несогласие с прежним решением Тирктинского районного суда, согласно которому виновному было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. И подали апелляционную жалобу, которая была удовлетворена. Теперь подсудимому придется отбывать наказание в течение десяти лет. В Уральске начался ремонт проспекта Евразия. Около трех километров дороги оценивают в сумму 640 миллионов тенге. Проспект будет отремонтирован за счет социальных отчислений компании Корчаганак Петролиум Оперейтинг БиВи. Подрядчики поменяют электролинии, канализационные сети и магистральный водопровод. Кроме этого уже идет реконструкция дорожного полотна и тротуаров. Открыть проспект после реконструкции планируется 22 августа. В Уральске на автогазозаправочных станциях ограничили реализацию сжиженного газа. Топливо отпускает без талонов, наблюдаются огромные очереди. Если раньше причиной дефицита становилась нехватка топлива, то теперь проблемы доставки возникают из-за ремонта дороги Уральск-Дарьинск. Горючее завозится с завода, расположенного на Чинаревском месторождении. Перебой на заправочных станциях возникает из-за срыва графика поставок. При этом объем поставляемого сжиженного газа остался тем же. В Управлении энергетики и ЖКХ отмечают, что ситуацию попытаются разрешить в ближайшее время. В Уральске исчез из продажи сахар-песок. В некоторых магазинах на него повысили цены, в других точках продаж ограничен отпуск. В разгар сезона заготовок на зиму в магазинах появились таблички «Сахара нет». В мелких торговых точках песок пропал совсем, в крупных супермаркетах ограничили продажу по 5-10 килограммов в одни руки. Уральцы боятся, что сахар исчез из продажи из-за скорого повышения цен, поэтому стараются закупиться впрок. В городском отделе предпринимательства заявляют, что о дефиците сахара говорить пока рано. В область 5 продовольственных вагонов с песком завезли в мае, 14 в июне. Еще 4 вагона завезли в июле. Поэтому людей просят не создавать ажиотаж. Массовое заболевание крупнорогатого скота, зарегистрированного в Акжаикском районе, неизвестная болезнь косит телят и коров. Жители подозревают, что животные заболели ящером, но ветеринары в этом сомневаются, ведь пробы на это заболевание пока не подтвердились. И все же ветеринары просят людей не пить молоко и не есть мясо зараженных животных. Это все, что мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова